Доброе утро, уважаемые коллеги, Алексей Михайлович и все участники этой замечательной сессии. Я хочу еще раз выразить благодарность за приглашение выступить в качестве лектора, а вчера в качестве демонстратора операции латеральной лимфодисекции и удивиться смелости организаторов этого онкофорума, чтобы поставить такую достаточно редкую и нечасто встречающуюся тему для обсуждения в широком масштабе. Ну вот я не знаю, как у вас, у нас первые тучки появились на горизонте, а вчера мне прислали сообщение, что в Питере была жаркая погода, и это отразилось даже на основателях вашего города. Я хочу доложить вам, что сегодня с нашим пациентом все в порядке, это утренний обход, и обратить внимание на то, что это уже не первая конференция, и Алексей Михайлович и многие из здесь присутствующих помнят, что эта конференция в том числе и многие из сегодня выступающих были участниками нашего мастер-класса, который состоялся относительно недавно, два года назад до пандемии, где также было продемонстрировано различные способы выполнения латеральной лимфодисекции, использующейся в мире. Я не буду повторяться и анализировать те обзоры, те метаанализы, которых сегодня за последние два года просто безумное, на мой взгляд, количество вышло, и очень много разнонаправленных мнений. В общем, каждый из нас при желании может найти аргумент за, против любой точки зрения, касающиеся латеральной лимфодисекции в современном мире из-за недостаточности знаний в этом вопросе. Конечно же, сегодня очень широко обсуждалась как раз профилактическая латеральная лимфодисекция с точки зрения рандомизированного исследования, проведенного в Японии. Оно было сделано для показаний к селекции, были достаточно широкие, и они получили то, о чем сегодня уже неоднократно говорили, незначительное поражение латеральной группы лимфоузлов и практически полное отсутствие результатов по выживаемости с некоторой тенденцией снижения числа местных рецидивов после группы с латеральной лимфодисекцией. Мы тоже в свое время анализировали, еще работая в институте проктологии, анализировали эти данные и обратили внимание на большой разброс данных от 7 до 42% поражения лимфатических узлов. И вот тогда совместно с Алексеем Санычем Троицким нами было предпринято исследование, в которое вошли 30 тоже рандомизированных, и оно, наверное, было первым рандомизированным исследованием, посвященным латеральной лимфодисекцией. 30 больных с экстерпацией сравнивались с 30 больными после экстерпации с латеральной лимфодисекцией. Показания, вы видите, достаточно более узкие по сравнению с японским исследованием, приведенным мною выше. Мы уже брали более низкорасположенные и более высоко развитые опухоли Т3, Т4, и мы увидели, что поражение латеральной группы лимфоузлов при данных критериях селекции было 23%, 70-30 человек имели узлы. При этом при сочетании с мезоректальными лимфоузлами частота нарастала поражения. И что очень важно, на мой взгляд, это то, что лимфоузлы в диаметре менее 5 мм в латеральном пространстве были у 40, пораженные лимфоузлы были у 47% пациентов. Какие выводы первого этапа были нами сделаны? Что частота поражения в отобранной группе пациентов достаточно высока. Кроме высоты опухоли и глубины инвазии прорастания существуют другие факторы риска поражения латеральных лимфатических узлов. А размер латеральных лимфатических узлов не может быть единственным критерием их поражения. И необходимо, конечно же, с нашей точки зрения, было продолжать исследование. Далее мы еще более сузили показания к проведению профилактической... Да, это данные по профилактической лимфодисекции. Я прошу вас их как бы запомнить без лучевой терапии. Так вот, проанализировав отдаленные результаты, два года назад мы собрали данные по этим 60 пациентам, и мы определили, что общая выживаемость, которая была разница в общей выживаемости между группами с лимфодисекцией и без лимфодисекцией, зафиксированная тогда в диссертации Алексея Санча, она сохраняется на протяжении более длительного, на протяжении 13-летнего периода, 16-летней разницы. Что, на наш взгляд, свидетельствует о высокой эффективности данного метода лечения. Это была эпоха до МРТ. Сегодня основным критерием и большинством исследователей это признается, что размер имеет значение. Алексей Михайлович, я к вам обращаюсь, вы очень часто говорите, что нет, но я говорю, что иногда это имеет значение. Смотря о чем мы говорим, Петр Владимирович, ремарка. Что? Я по поводу размера, смотря что мы с вами обсуждаем. Мы всегда обсуждаем разные вещи. Так вот, значит, касаясь, конечно, полуректальной хирургии, так вот, я не буду на них останавливаться, на этих работах, чтобы сэкономить немножко время для своих результатов. Я хочу сказать, что да, сочетание латеральной лимфодисекции, применение латеральной лимфодисекции у больных с увеличенными лимфоузлами почти нивелирует локорегиональные рецидивы, по данным некоторых исследований, тогда как в группе даже менее 8 мм и без латеральной лимфодисекции можно встретить эти рецидивы. И мы, конечно же, обратили внимание на то, что не только размеры лимфоузлов играют роль в потенциально возможном вовлеченности латеральной группы лимфоузлов. И по размеру нельзя окончательно судить. Вот одна очень интересная работа, уже, по-моему, цитированная, у меня было не очень хорошо видно на видео Арсена Османовича. Так вот, эта группа единственных авторов, они выделили критерии риска и в соответствии с этими критериями определили, правда, на 43 пациентов всего, что при 4 и более критериев у нас до 80% может достигать частота поражения латеральной группы лимфоузлов. И мы таким образом с появлением МРТ вступили в период селективного подхода, то есть еще более стали сужать показания к проведению лимфоузлов, основанных прежде всего и в том числе на поражении на размерах латеральной группы лимфоузлов по данным МРТ. сохраняя приверженность в лечении низких раков и распространенных форм. Мы проанализировали результаты, был прооперирован за этот период времени нами 120 пациентов с латеральной лимфодисекцией. Вот здесь вы видите результаты общего количества узлов, среднее число латеральных лимфоузлов и пораженных вы даже можете видеть. Что важно, сегодня звучали цифры в основном японских авторов, потому что западная литература таких данных не представляет. И вот позвольте вам поделиться, это уже не первая наша демонстрация, но это уже некоторые из вас знакомы даже с результатами этого исследования. Что мы обнаружили? Да, действительно, параректальные параколичатели лимфоузлы, мезоректальные поражаются чаще всего. В совокупности с промежуточными узлами эта пораженность достаточно большая вообще выглядит. Что касается параортальных и опекальных, это вопросы, которые звучали вчера во время операции, то эта группа поражается крайне редко, около 3%, а опекальные около 1%. Но что интересно, что при применении такого подхода, с применением уже МРТ, мы получили вовлеченность латеральных лимфоузлов 29%. И я бы хотел сравнить это с промежуточными лимфоузлами. Смотрите, в этой группе низких раков с увеличенными по МРТ узлами мы видим, что латеральная группа лимфоузлов поражается чаще, чем промежуточные лимфоузлы, то есть узлы расположены не парокаллические, а по ходу поименованных сосудов, по ходу нижнебрежечной артерии, что очень важный момент, на мой взгляд. Нами была проанализирована и попытка, была создана прогностическая модель, которую мы назвали моделью нашей клиники полупрактологии и малоинвазивной хирургии. На чём она была основана? Проведя многофакторный, монофакторный и многофакторный анализ, мы выяснили, что основными факторами риска поражения латеральной группы лимфоузлов является высота опухолей, МВА и размер, глубина поражения и гистологическая структура. Если вы посмотрите на рог-кривые, расположенные под этими графиками, ни один из них не имеет такого существенного хорошего влияния на сам фактор поражённости лимфоузлов. Специфичность не очень высокая. Но совместив эти три, проведя комплексную оценку и создав некую шкалу, по которой мы могли бы включать все эти признаки в модель прогностическую, мы создали достаточно хорошую математическую модель. Её назвать, к сожалению, показанием поведения лимфодисекции нельзя, потому что она основана на пяти факторах. Но тем не менее, если при котов в этой модели равны 2.0.23, если мы получаем значение коэффициента выше этой 23, то мы считаем, что мы имеем дело с высоким риском поражения латеральной группы лимфатических узлов. На это нами, конечно, были получены соответствующие документы. И мы решили проверить разработанную нами модель на 50 больных, в которую мы включили как больных с высоким риском, которые вошли в неё в результате многофакторных критериев, так и пациентов, у которых были увеличены лимфатические узлы, но они были, так скажем, вне этой линейки нашей. Что же мы получили? Мы всем больны, но мы не могли по нашим критериям, по этическим соображениям, и мы не могли пройти мимо них, мы их удаляли. Значит, всем была выполнена билатеральная лимфодисекция. Я напомню, в ретроспективном анализе 120 больных поражений лимфатических узлов мы обнаружили 29%. В группе высокого риска мы обнаружили 63% поражённости лимфатических узлов, а в группе по нашей шкале низкого риска, но с увеличенными лимфатическими узлами, не было поражённых лимфатических узлов, но, к сожалению, на сегодняшний день. Но я прошу обратить внимание на вот этот процент. 63% поражения при использовании вот этой шкалы оценки возможного риска поражения лимфатических узлов. Естественно, мы не говорим, что латеральная лимфодисекция это прогулка по Булонскому лесу, это увеличение продолжительности операции. Вчера вы в этом могли убедиться. Это технически сложное оперативное вмешательство, и оно отражается на кое-как дне, на два дня больные лежат дольше в среднем. Самым печальным, конечно, является то, что нам так и не удаётся преодолевать нейрогенный мочевой пузырь в этой группе, он приблизительно в 2,5-3 раза он выше, чем в группе после стандартных операций без латеральной лимфодисекции. По другим послеоперационным осложнениям у нас нет других отличий в этих группах. Общие безрецидивные выживаемости мы подобрали группу сравнений тоже ретроспективно. Это не рандомизированное исследование, я сразу говорю, это не рандомизированное исследование, но мы подбирали группу сравнений, ориентируясь на целый ряд критериев, там 5-6 критериев, по типу кейс-мэйч-стаде это было выполнено. И вы можете видеть, что 5-летняя выживаемость в группе лимфодисекции безрецидивной выживаемости в группе лимфодисекции была 62%, что в целом совпадает с японскими нашими данными. В группе без латеральной лимфодисекции она резко падает до 35%. 5-летняя выживаемость в нашей группе из 120 больных, которым была выполнена латеральная лимфодисекция, мы сравнили с поражением лимфатических узлов 65% и без поражения лимфатических узлов. Мы еще не знаем, как относиться к этому феномену, тем не менее, мы получили указанные цифры, и мы ими делимся. Применение модели в ретроспективной группе из 120 больных это умозрительное применение модели, мы выявили 28 пациентов с высоким риском латерального метастазирования и им была показана латеральная лимфодисекция. Это 120 пациентов, которые вошли в контрольную группу ретроспективного исследования. По данным МРТ увеличенные лимфоузлы были только у трех из 28 больных, при этом их максимальный размер не превышал 7 мм, что, собственно, укладывается в то, что мы бы прооперировали с латеральной лимфодисекцией. Мне очень неудобно тоже прерывать вам, если можно, минуту, потому что мы выбиваемся. Мы получили, что большинство больных все-таки страдало в этой группе от местного рецидива с потенциально пораженными, и вот, возможно, преимущество в этой гипотетической группе больных. Мы проанализировали влияние лучевой терапии. Я с сожалению хочу отметить, что лучевая терапия не нивелирует лимфатические узлы. У нас статья уже подана в печать, скоро можно будет с ней подготовиться. Значит, и я сразу перейду к выводам, что факторами риска поражения лимфоузлов являются вот обозначенные выше критерия. Математическая прогностическая модель выявляет латеральный метастаз в 63-процентных случаев, что в два раза эффективно других. Неодевантная химиолучевая терапия недостаточно для полной элиминации латеральных метастазов. И необходимо, мы думаем, что необходимо улучшение, для улучшения результатов, необходимо сочетание неодевантной химиолучевой терапии с лимфодисекцией. И при высоком риске латерального метастазирования пятилетние выживания достоверно выше послелатеральной тазовой лимфодисекции, чем без неё. Благодарю за внимание. Спасибо.